Всем привет, ребят! С вами Муравьиный Бог, и это блог, выпуск номер 3, колония с нуля. Что ж, предположим, вы поймали муравьиную матку или купили ее. Какие первые шаги? Что же делать? С чем кормить? Как обустроить для нее благоприятные условия? И так далее. Что же, для начала вы должны посадить ее в инкубатор. Это все, мне кажется, знают. Засыпать ей чуть-чуть еды и не трогать ее. Где-то дня 4. Потом, когда вы откроете, там уже будут личинки. И в инкубаторе вы их будете держать до 30 муравьев. Ох, пока их не станет 30, вы их лучше из инкубатора не пересаживайте. Что ж, у меня пока их 6 штук, считая матку. Вот, у меня есть немного расплода. Там где-то у меня под зернами лежат. Наверное, я подожду еще месяц. Потому что, когда у вас уже появились личинки и первые муравьи, вы закрываете матку и всех в инкубаторе на неделю. Не трогаете их, не достаете. Просто проверяете, подкладываете еды, если нужно. Вот. И, в общем, никак ее не тревожите. Желательно, чтобы не было всяких раздражительных звуков и так далее. Влажность в инкубаторе они поддерживают сами, выпивая воду, а потом ее, как, выпрыскивают. Тем самым увлажняя. Кормить можно сначала маком. Я кормлю кормом для канареек. Там есть все. И белок, и разнообразные витамины. Вот. Что? Вот один муравей у меня понес личинку. Она большая, поэтому я думаю, что это консервы. Вряд ли это матка, потому что сейчас февраль. Насколько вы знаете, у этих муравьев лед преимущественно в апреле. Вот. Что ж. Такое вот видео получилось. Всем пока. С вами был Муравьиный Бог.